Всем привет, дорогие зрители канала Анапчане, с вами Наташа. 6 сентября 2023, первая половина дня, начало 11 утра, и мы с вами на центральном городском пляже. Пройдемся, я думаю, по всей его протяженности и посмотрим, какая ситуация с Тиной. Ни для кого не будет новостью, что на центральном городском пляже часто можно наблюдать скопление водорослей, тины. Из-за того, что центральный пляж располагается в большой бухте, это такое, несколько закрытое прибрежное пространство, и скапливаться здесь в Тине проще всего, проще, чем на открытом побережье Пионерского проспекта, вдоль которого располагается Джимы-Те. Потом можно сюда же отнести побережье Витязева и там дальше побережье Благовещенской. Вчера мы были с вами с обзором в Джимы-Те и наблюдали как раз-таки то, о чем я говорю. Водичка в Джимы-Те чистая, прозрачная. Есть там некоторые небольшие участки с водорослями, но они абсолютно отличаются от того, что мы с вами наблюдаем на центральном пляже. То есть там, если есть кусочки, то они локализованы, и, конечно же, это не вот такие вот залежи, которые на солнышке, пока еще что жарком, начинают неприятно пахнуть. Но я вам хочу сказать, будучи местной, я знаю, какими бывают неприятными залежи Тины на центральном пляже. Ну, кстати, не только на центральном. И то, что мы с вами наблюдаем, в частности сегодня, это ну прям вообще вполне терпимая ситуация. Вот сейчас мы с вами подошли вообще к участку, где залежи водорослей нет. Немножко, видите, есть скопление у берега. А чем дальше мы с вами пройдем, тем водичка прозрачнее, чище. Ну, смотрите, как говорится, вода слеза. И это на центральном пляже. И я вот сейчас зашла в воду, как обычно, такой температурный стресс. Вот видите, тоже люди заходят, останавливаются и позволяют своим телам сначала привыкать. И правильно делают. Есть ощущение, что температура воды в море немного такая пониженная. Но я вот не настаиваю на том, что она понизилась, потому что это могут быть чисто субъективные ощущения. Вчера мы с вами измеряли в джемоте, на мелководье было плюс 26. Но сегодня ощущается ветерок, такой бодренький. По прогнозу северо-восточного направления 5-6 метров в секунду порывами до 15 метров в секунду. И вот этот ветер комфорта купанию, конечно, не добавляет. Погода сегодня преимущественно по прогнозу солнечная, с переменной облачностью, температура воздуха до плюс 29 градусов. То есть намечается жаркий денек, ну и в принципе уже ощущается вот эта жара, приближающаяся полуденная и послеполуденная. Но вот ночью температуры сейчас в Анапе уже понижены, и это радует. Потому что вечером и утром можно легко дышать в этой свежести. И сегодня даже я уже на прогулку с своей любимой собакой одевала джинсы. Да, потому что температура воздуха ранним утром меньше плюс 20 градусов точно. Градусов, наверное, 18 всего. Возле причала, смотрите, продолжается такая же ситуация. Возле берега небольшое скопление водорослей, некритичное. А дальше чистая прозрачная водичка. Можем даже с вами пройти немножко по причалу и также полюбоваться. Искрящаяся на солнце, чистой воде. Ну что, остается только порадоваться за отдыхающих. За то, что им природа таки дарит на центральном городском пляже чистую морскую воду, чистое море. Все могло бы быть иначе. Но мы еще с вами пройдемся дальше. Посмотрим, какая ситуация дальше у Гребенских ворот и дальше ближе к набережной. Но вот здесь у причала, опять же отмечу, все просто прекрасно и замечательно. Продолжая про утренние уже пониженные температуры, также хочу отметить, наверное, люди, которые в жаркое летнее время ходили на пляж в ранние утренние часы, как раз таки, чтобы не пересекаться с утомительной жарой, в том числе вредной для здоровья. Купались люди, ходили на пляж в 6-7 утра и даже, я думаю, и в 5. Вот, наверное, сейчас их утренние заплывы в море сдвинулись на попозже. Ну, действительно, настолько свежо утром, что в море никак не тянет. И вот как раз таки ближе к обеденным часам становится уже для большинства людей температура комфортная. И вот, друзья, мы с вами немного отошли от причала. Здесь у нас уже не настолько радующая картина. Здесь залежи тины вглубь от берега продолжительнее, плотнее, сами залежи. Но по-прежнему, если их миновать, то там дальше на глубине чистая и прозрачная вода. Оцените, сколько людей на пляже. Смотрим, сейчас у нас без 20-11 температура воздуха плюс 26 в этот утренний час. Вот, как раз таки комфортная температура. Так, а температура воды в море, кстати, мы тут же посмотрим. Здесь всегда у нас у санатория Анапа актуальные температурные данные. Вот мы видим с вами температуру воды всего плюс 23 градуса. И вот смотрите, совсем недавно еще желательно было избегать около полуденных и уж тем более полуденных часов, когда солнце максимально активно. То теперь наоборот, можно повысыпаться и прийти на пляж ближе к обеду, потому что, повторюсь, именно к этому времени становится уже тепло и комфортно, жарко. А какой-то такой сильной утомительной жары в Анапе сейчас уже нет. И вот, друзья, мы с вами на уровне Гребенских ворот. Это центр центрального пляжа. Опять же, оценим, сколько людей. И на своих ковриках, и на платных лежаках под теневыми зонтиками. Но вот здесь вот в центре, наверное, 50 на 50 заняты лежаки. А вот, допустим, у речки Анапки, откуда мы с вами начинали наш обзор, там лежаки почти все пусты, а в основном люди располагаются на своих ковриках. На уровне Гребенских ворот также мы с вами наблюдаем не меняющуюся картину. Как видите, преимущественно. Небольшое скопление водорослей есть у берега. А на глубине чистая, прозрачная, комфортная для купания водичка. Опять же, встречаются вот такие участки, где даже у берега нет скоплений каких-то сильных. И можно прямо купаться на центральном городском пляже, как в ЖМТ. Наслаждаться морем чистым, прозрачным. Классным. Но мои ощущения меня не подвели. Действительно, водичка немножечко снизилась по температуре. Мы с вами видели ранее плюс 23. И надо учитывать, что это на глубине, на мелководье повыше, потеплее водичка. Ну а что вы хотели? Вот такое снижение температуры воздуха ночью. Оно же не проходит бесследно. Именно из-за него постепенно вода будет охлаждаться. А вот, друзья, мы с вами приближаемся к выходу на пляж через центральный парк аттракционов. Та часть центрального пляжа, которая примыкает к двухъярусной набережной. И здесь уже по запаху мы с вами можем определить, что ситуация с Тиной критическая. Да, если вот на всем протяжении центрального пляжа мы с вами видели облегченную версию Тины, то здесь это вот прямо то, о чем я говорила. То, что может быть. Это вот такая непролазная, мерзкая жижа вонючая. Ну, как непролазная. Кто не брезгует, тот пролазит. Вот если бы на всем протяжении центрального пляжа была такая ситуация, а такое тоже могло бы быть, вот тогда бы да. Вот тогда бы это, ну, это просто невозможно отдыхать на пляже. Считайте, что пляжа нет, когда вот такая ситуация вдоль берега. И я повторюсь, такое могло бы быть на протяжении всего пляжа. Что заставляет отдыхать людей вот именно на этом участке городского пляжа, где настолько неприятная картина с морем. Непонятно. Возможно, они не знают, что туда дальше, ближе к центру пляжа, ситуация намного-намного приятнее. Ну, может быть, люди, которые здесь отдыхают, считают, что водоросли вот в таком виде очень полезны. Не знаю. Вообще, большинство людей, конечно же, предпочитают чистое и прозрачное морюшко. И вот, кстати, друзья, если вы вот где-то отдыхаете в этом районе, и это ближайший пляж от вашего гостевого дома, вот вы выходите сюда, да, встречаете. Вот этот вот, прямо скажем, ужас. Не делайте выводы вот по именно этому участку пляжа, что весь пляж Ванапе такой. Пройдите немножечко право. В данном случае на центральном пляже здесь влево уже некуда идти. Проходите немножечко и по соседству отдыхаете уже совсем в других условиях. Так скажем, в человеческих, а не свинячих. Здесь вот есть участки просто вообще, ну, буквально туалетный запах. Очень, очень неприятная картина. Это как раз участок пляжа напротив здания администрации курорта. Они или троллят отдыхающих таким образом, специально не убирают, зная, какие возмущения могут вызвать вот такие картины. Или же предоставляют людям выбор. Ну, действительно, может быть, кому-то очень нравится. Если они уберут эти залежи водорослей, то, получается, лишат определенных условий, предпочтительных для определенных людей, которые, например, считают, что тина полезна, особенно вот эта перегнившая, для лечения суставов. Вот такое разнообразие. И как вы его теперь достанете? Все, мертвая зона. Ой, ну это смешно. Залетел плавательный круг на как раз непроходимое болото. Все. Теперь его не достать. Потому что никто, ни девочка, ни мама, не решатся, конечно же, ступить в эту гадость. Запах такой, что прямо вполне можно с противогазом приходить на пляж. Ну вот это вот прямо концентрация гадости на центральном пляже вот именно здесь, в той части, где пляж примыкает к центральной набережной. Опять же, я удивляюсь, почему здесь располагаются люди. Ну ладно бы у них не было бы выбора, если бы была на протяжении всего центрального пляжа такая картина. Куда деваться? Ну когда рядышком, вот мы с вами прошлись, тут-то всего, ну максимум 10 минут пройтись вдоль моря. И все, чистая прозрачная водичка. Полная противоположность вот этой гадости. Что заставляет? Не знаю. Тут уже даже и администрацию не упрекнешь в том, что вот она не убирает эти залежи. Я повторюсь, может быть, они предоставляют выбор. Действительно. И здесь отдыхают те люди, которым нравится отдыхать в таких условиях. А что вы скажете? Я вот озадачена, допустим. Почему? Люди располагаются вот рядом с таким неприглядным морем. Это еще мягко сказано неприглядным. Друзья, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. И до новых встреч. Всем пока.